Новоиспеченные олимпийские чемпионы делают первые шаги по родной земле. Дома они не были уже больше месяца. Усталость компенсировал теплый дагестанский прием. Все по уже сложившейся традиции. Бурные овации и большие плакаты с поздравлениями. На выходе чемпионов и призеров встречают сотни преданных болельщиков. За выступлением наших вольников в Париже они все следили за умиранием сердца, не пропуская ни одну схватку. Это мои братья все близкие, которые за меня болели, переживали. Они все писали, желали мне только победы. Поэтому я им очень сильно благодарен. Сейчас более-менее начал ощущать, что все-таки я выиграл эти олимпийские игры. Потому что там, находясь далеко от своих братьев, так сильно не ощущалось это. А сейчас уже начинается ощущение. Ахмед Тажудинов, Розамбек Жамалов, Магомед Рамазанов, Даурен Куруглиев и Магомедхан Магомедов. Каждый из них прошел долгий и сложный путь к триумфу. Никаких секретов нет. Только вера в победу и полная самоотдача на тренировках. Эмоции, конечно, такие. Даже вот стараешься описать, тяжело их описать. Их надо почувствовать. Наверное, Садулай, Рашид, это занят лучше всех. Их надо прочувствовать, даже эмоции описать тяжело. Посвящаю всем, кто за меня болел. В первую очередь своим родителям. Потом посвящаю всем своим болельщикам, тренерам, Дагестану, Чечне, Узбекистану. Это медаль общая. Я, может, уже когда попал на Липецкие игры, уже люди очень сильно переживали, болели, делали дуа за меня, говорили многие. А после уже вообще был просто бум какой-то, нереальный бум. Я уже когда зашел в WhatsApp, уже стал отвечать в Инстаграме. Там люди некоторые плакали вообще реально. Даже вот сразу на эмоциях же писали, голос дрожал, у кого-то голоса не было. Кто-то реально плакал. Мужчины плакали. Поэтому это слезы радости. Очень приятно было. Три золота и две бронзы в вольной борьбе. Таким количеством и качеством наград в Париже не может похвастаться ни одна страна. Учествование продолжилось в одном из ресторанов Каспийска. Президент Федерации борьбы Дагестана Амар Муртузалиев вручил олимпийцам денежные премии. За победу по 5 миллионов рублей, за бронзу по 2. Без внимания не остались тренеры спортсменов, а также борцы сборной России, которые не выступили в Париже. Всегда приятно привозить ребят золотым рейсом. Каждые 4 года я с большим удовольствием делаю эту миссию, которую на меня возложили мои коллеги. Так скажем доброе слово за то, чтобы и дальше продолжалась эта нить не прерываясь. И наши чемпионы, наши вот эти красавцы привозили бы каждые 4 года на нашу родную святую дагестанскую землю вот такие красивые, тяжелые, золотые олимпийские медали. До следующей олимпиады 4 года, а сейчас спортсменов ждет заслуженный отдых. И только приятные хлопоты, общение с прессой и фото на память с болельщиками.